На запорожских металлургических предприятиях к увольнению готовят тысячи работников. Об этом сегодня заявил руководитель облсовпрофа Виктор Сластен во время подписания очередного регионального соглашения между профсоюзами, властью и работодателями. Стороны высказали надежду, что если все будут действовать сообща, им удастся избежать социальной напряженности в регионе. Подписать-то подписали, но в этот раз обсуждение принимаемого документа было как никогда острым. Перед тем, как поставить свой автограф, губернатор обвинил профсоюзы в политической заангажированности и отступлении от положений ранее действующего соглашения. Борис Петров не может им простить акции протеста металлургов и горняков, которая прошла в конце мая перед областной администрацией. Говорит, что такие вопросы решаются не на площадях, а за столом переговоров. Привезли работников в основном не предприятий Запорожской области, а с соседних областей. Была демонстрация, были поставлены много вопросов, из которых абсолютное большинство не касается деятельности областной и государственной администрации. Лидер областного профсоюзного движения в ответ напомнил, что деятельность его структуры призвана защищать интересы работающего народа. И высказал надежду, что скоро удастся поставить точку в этом вопросе. Призывает совместными усилиями спасти от потери работы тысячи людей, пока еще занятых в металлургической отрасли. Для нас этой точкой, я надеюсь, что будет служить то, что на предприятиях будут отменены приказы об увольнении тех тысяч работников, которые сегодня стоят перед фактом увольнения. С 1 августа эти люди уже будут вылетать с работы. Представитель третьей стороны Федерации работодателей сразу признал невыполнение отдельных пунктов прежнего соглашения. Поднять зарплату и сохранить рабочие места удавалось не всем. Не удалось выполнить обязательства о ежегодном не менее 25% повышении средней заработной платы в целом по области по итогам минувшего и предыдущего года. Полностью ликвидировать задолженность по заработной платке. Подготовка нового трехстороннего социально-экономического соглашения длилась три месяца. Лишний раз обсудив документы и решив начать все с чистого листа, власть, профсоюзы и работодатели подписали все необходимые бумаги. Срок действия соглашения до 2013 года. Продолжение следует...